Жизнь кировчан в первые дни войны и вклад жителей в дело Великой Победы. Об этом и не только можно узнать на выставке архивных документов «Рассекреченная война». Экспозиция открылась сегодня в Парке Победы. Ульяна Ездакова с подробностями. В день памяти и скорби возложить цветы для первых лиц города и области стало традицией. Особенный повод в этом году – открытие в Парке Победы планшетной выставки «Рассекреченная война». Почти 70 архивных документов. Уникальная летопись военных лет. Очень надеюсь, что она будет неким пособием для того, чтобы молодежь не верила той агитационной пропаганде, которая сейчас развернута по фальсификации истории. Кировчане на фронт отдавали свои личные сбережения. Так, фонд обороны было отправлено более 40 миллионов. Экспозиция «Под открытым небом» рассказывает о жизни кировчан в первые дни войны, мобилизации на фронт, выпуску военной продукции на местных предприятиях. Архивные документы – немые свидетели вклада Кировской области в дело Победы над фашизмом, отметил губернатор региона Игорь Васильев. «Заводы, которые выпускали огромное количество вооружений, то, что сюда были эвакуированы почти 300 тысяч детей со всей страны, очень много театров, музеев, лечебных учреждений были эвакуированы в Кировской области, и это в том числе стало основой современной, подчеркиваю, системы образования». Благодаря тяжелому труду жителей, в том числе в годы войны, Кирову и ряду городов области присвоен статус «Город трудовой славы», напомнил председатель регионального парламента Владимир Бакин. Теперь Киров претендует на звание «Города трудовой доблести». «Я думаю, будет уместно выходить с предложениями, присвоить столице нашей области, городу Кирову, как воплощению подвига всей области, подчеркиваю, всей области. Это и сельское хозяйство, и городовятские поляны, и Амутнинск, и котельничьи, и многие-многие другие». Познакомиться с жизнью города во время Великой Отечественной войны можно в течение месяца.